Никакой вопрос был? Тебе обидно, что ты не поехал в сборную? На кого-то обижаться, что тебе там не дали что-то. Я думаю, я считаю это неправильно. Многие считают, что ты действительно лучший игрок концовки сезона. Наверное, все лавры Юрий Павлович. Могут тебе даже в инстаграм не писать. Ну да, думаешь о футболе и вообще не отвлекаешься ни на что. Там ему Михалик оп, а Барр ему в ответ оп, Михалик ему ты че, а и Барр ему снова ответил. Со мной он, допустим, вообще ласковый. Когда ты добьешься чего-то, мы можем ждать от тебя запуска линии нижнего белья. Ну конечно, это нормально. Дорогие друзья, это новый выпуск Локоликс. И сегодня у нас в гостях действительно самый настоящий паровоз и локомотивец. Рефан Жемалединов, человек, который в клубе с 5 лет, то есть еще с дошкольного возраста. Уникальная абсолютно карьера, то есть максимально чистая, насколько возможно, если бы не Рубин, как срочка в карьере. Об этом мы сегодня тоже немного поговорим. Рефан, спасибо большое, что согласился. А до этого не соглашался. Не любил ты после возвращения давать интервью, до ухода тоже не особо. Почему? Потому что не заиграл еще или в чем проблема? Я на самом деле вообще не очень люблю общаться с прессой. Потому что когда ты как бы стоишь на футболе, и только думаешь о футболе, и вообще не отвлекаешься ни на что. Только из-за этого. Ну ты же не думаешь о футболе 24 на 7? Ну какая разница, просто эти вот все, не знаю, вопросы всякие, странные, компрометтивные эти вопросы. Мне они не нравятся. Ты не считаешь, что в современном мире футболисты именно зачастую за счет какой-то медийности стоят больше и в большей степени востребованы, чем они на самом деле вот как футболисты по классу являются? Ну, наверное, да, если тебя сильно узнают, тебя больше знают, ты больше на слуху, наверное, да, это лучше. Но опять же, не, ну как бы все равно нужно пиариться в любом случае. Ну не знаю, я, наверное, больше чисто из-за своих умений больше так вывожу. То есть Жамаледдинов, он может быть сильнее Лингарда, да? Но Джесси очень много в Инстаграме, поэтому он в МЮ. Ну нет, дело не в этом, как бы, он воспитанник Манчестера, правильно, я Локомотива, и у него так карьера сложилась, у меня так карьера сложилась, вот и все. Многие считают, что ты действительно лучший игрок концовки сезона. Осень была какая-то вот, ну невнятная, и ты когда выходил на замену, казалось, что не хватает какой-то злости, агрессии, что ты вот в эти 10 минут не вкладываешь все то, что ты можешь вложить. Согласен ли ты с этим? Ну опять же, тяжело выходить на 10 минут, ты как бы холодный, входишь в игру, правильно? Холодный в плане? Ну не разогретый, не размятый, как бы. Вы же разминаетесь? Ну это все равно не хватает. Ты входишь в игру, тебе нужно поймать темп игры, потому что темп высокий, и тяжело входить, ты сразу задыхаешься, это нормально. И за 10 минут мало что показать можно. И если там, допустим, ну 20-30 минут, тогда да, можно что-то уже хорошо показать, а когда выходишь в концовке, ну тяжело вообще. Ну весной, мне кажется, стал как-то агрессивнее выходить. Ну опять же, я сыграл сколько там, 4-5 игр в основе, ну я считаю, довольно таки неплохо, вышел. Все равно целую игру намного легче играть, чем выходить на 10 минут. Ну почему Рифа стал сильней? Не только потому, что, да, тебя вдруг не станет, все в старте выпустили? Что это психология или ты где-то с физикой, с тактикой как-то лучше разобрался? Скорее всего, я просто поймал уверенность в себе, и партнеры по команде тоже мне верили. И, наверное, на этом фоне я лучше стал играть. А кто в первую очередь больше помогал? Да все понемногу приносили что-то в мою жизнь, в мою футбольную злость, наглость, но в основном, наверное, Бара всегда поддерживал меня. И поэтому с таким настроем я выходил на игру. В прошлый раз, когда ты провел очень сильную концовку, в Мордовии забивал, спас Бара как раз, ты потом ушел в Рубин. Что нам теперь ожидать после такой мощной концовки сезона? Ну, точно не уход. Я как бы с локомотивом, я рад, что обратно вернулся, и я буду здесь как можно дольше. Мне нравится этот клуб, больше нечего сказать. Приходится, да, в рамках такого большого обстоятельного интервью возвращаться к семье Рубина? Да, без проблем. Ты наверняка думал об этом много, да? Ты к чему пришел? Что это была ошибка или нет? Нет, я никогда не считал, что это была ошибка. Ну, был выбор между локомотивом и Рубином, правильно? И что-то в мою жизнь пришло. Наверное, я вырос больше как человек, как футболист тоже, потому что я провел, сколько там, 20 игр примерно за сезон. И поэтому я креп, как футболист, появилась большая уверенность, и я сюда приходил уже не как молодой пацан, а как уже футболист, настоящий футболист. А можно было ли окрепнуть здесь в локомотиве? Ну, можно, конечно, было, но я выбрал такое решение, и я не жалею. Смотри, многие считают, что вот по тем переходам и у тебя, и у Зором Ахатат основной аргумент был деньги. Вот так ли это? Были ли другие аргументы? Ну, опять же, я уходил отсюда чисто ради игровой практики. Я получил ее, 20 игр за сезон, 40 где-то примерно игр за два сезона. 50 почти, да. Да, это хороший результат. А в целом я, да, не жалею. И это, наверное, мне пошло на пользу. Ласьков в недавнем интервью сказал, что, по его мнению, Жемлядинов потерял в Рубине два года. Согласен ли ты? Я не согласен. Ну, опять же, все приходит, там вот, ну, практика, да. Я не знаю, сколько было бы здесь в практике у меня, но у меня была стабильная практика, стабильные игры, полные игры, там, тайм. Поэтому, ну, каждое свое видение, да, может быть, они в чем-то правы. Они это не только Ласьков? Ну, многие говорили то, что зря ты ушел, остался в клубе, тебе доверяли там. Тренеры или партнеры? Ну, в основном, там, знакомые говорили, тренеры тоже говорили. Но я не жалею, и я рад, что вернулся обратно, так скажем. При Бердееве очень много футболистов прогрессирует как-то вот резко. Мне кажется, что Жемлядинов, забивший три гола, наверное, вот такого прям скачка качественного не выдал. Или это просто не видно, и у тебя там какие-то тактические, тактическое понимание намного выросло? Ну, в плане тактики, да, я на самом деле прибавил, я благодарен ему в этом. Но, опять же, я играл не на своей позиции, я играл центрального нападающего. Это была позиция для меня вообще новая. Сколько я проиграл? Полгода на ней. Ну, я немного не понимал принципы этой игры. И как-то мне не очень комфортно было в центре. Мне больше как-то комфортно с фланга больше в центр уходить или там, наоборот, по флангу проходить. А в центре, когда ты принимаешь, на тебя сразу пять человек просто так со всех сторон набегают, и ты как бы не знаешь, что делать. Ну, для меня это как бы, не знаю, тяжело было, на самом деле тяжело. Хотя мне многие говорят, что ты лучше всего играешь в нападении. Ты крепкий, быстрый, и вот это, ну, не знаю, мне не очень нравится. Заканчивая тему Рубина, ты говоришь про фланг. Фланг это именно право, да? Справо, лево, без разницы. Лево, без разницы. Просто я помню в молодежке же, я комментировал там все твои матчи, ты была вся справа. Изначально, да, правая была. Потом, как ты перешел налево, и, ну, в принципе, в принципе, одни и те же. Просто здесь выходишь на левую ногу справа, когда выходишь на левую, а с левой, если в центр уходишь, под правую, ну, под рабочую. Это, наверное, плюс. А справа, допустим, подавать с фланга легче, потому что с правой. Ну, опять же, у каждой позиции есть свои плюсы и минусы. Лучше бить или подавать? Да я не знаю, наверное. Хотя тебе не смущает бить, там, уходя во фланг? Бить приятнее, наверное, скорее всего. Ты можешь забить сам. Все-таки потенциал форвард, да? Ну, может быть, да. Сегодня не удается мне от темы Рубина уйти, но я сейчас спрошу, как ты так здорово сыграл на позиции правого защитника внезапно? Наверное, все лавры Юрий Павлович. Не, ну серьезно. Он тебе объяснял или кто? Кто тебе всю неделю объяснял, как мяч отбирать? Ты же этим не занимался никогда? Нет, ну, опять же, мы играли в пять защитников, и вот эти вот латерали, они более такие атакующие. То есть три центральных защитника, а бровочники по всему флангу бегают. Ну, ты прям корпусом выжимал, ну, ты играл как защитник. Наверное, где-то скрытый потенциал все-таки имеется. Все футболисты, ну, многие были, абсолютно большинство на мой взгляд, они не любят сравнивать тренеров. Ты можешь сравнить Викиича и Павловича? Это, в принципе, самый титулованный тренер России, Павлович чуть более титулованный за счет чемпионства третьего, за счет кубков. Вот в чем разница, в чем сходство? Наверное, сходство в том, что у них одна школа, ты знаешь, ну, старая школа, когда нужно больше физики, больше тактики, больше единоборств. Потому что более молодые тренера, допустим, Хави Грася, он больше от передач, больше владения мячом. И, в общем, на единоборство он сильно акцент не ставил. Даже если ты там просто не будешь бороться с кем-то, он на это глаза как бы закроет и все. А если ты не поборешься с Юрием Павловичем, он тебе сразу прилетит. Да, вот. Это, наверное, сходство. А разница? Это, ну, примерно два одинаковых тренера. Самый лучший в России. Как у тебя появился вариант возвращения в «Локомотив»? Изначально я зимой появился, но были такие как бы только слухи и ничего конкретного. А летом уже все довольно-таки серьезно. Пошли серьезные слухи и уже начали разговаривать по контракту. Но ты пришел как агент, у тебя есть агент? Да. Вот ты пришел к нему и сказал, я хочу сменить клуб. Не-не-не, он сказал мне, «Локомотив» хочет как бы вернуть тебя. Я говорю, хорошо, можно подумать там пару дней и я дам ответ. Я подумал и сказал, да, я хочу. Пока эти пару дней думал, Барри позвонил? Нет, я как бы вообще никому ничего не говорил. Я просто не хотел, чтобы никто не знал, потому что счастье любит тишину как бы. И я решил вообще никому не говорил, только родители, родные и все. Я потом только сказал Барри, что я вот уже официально подписал и будем с тобой опять пылить на поле. А Барри не наехал на тебя, не мог бы раньше сказать? Нет, он сказал, я очень рад, очень сильно рад, будем как старый добрый. А вы общались в это время? Конечно, мы каждый раз летали в отпуск вместе на отдых. И общались практически каждый день, можно сказать. Вы же с Барри и в молодежь вместе играли во всех сборных разных возрастов. Мы с ним в академии познакомились. Изначально, когда он пришел, мне он вообще не понравился. Почему? Не знаю, он какой-то был дерзкий такой. Он еще такой. Да, я подумал, кто вообще пришел. А потом как-то подружились и вот пошло-поехала вся дружба. Но вы же разные вообще по менталитету. Мы по характерам очень разные. Он более такой, более грубый, наверное, более такой вспыльчивый. Я более спокойный и меня на эмоции очень тяжело вывести. Это, наверное, наше различие. А так мы с ним, в принципе, одинаковые. Дополняйте друг друга. Да, обязательно. Смотри, мне кажется, вот Барри очень сильно помогло, что он дерзкий. Вот он как только в основу пришел, там ему Михалик оп, а Барр ему в ответ оп. Михалик ему, ты что? А и Барр ему снова ответил. И он как-то очень быстро за счет этого адаптировался. То есть ему вот эта дерзость, она такая спортивная помогла. Ну, опять же, у него такая позиция, опорный полузащитник, ему по-любому нужна эта дерзость. И это, наверное, очень хорошая качество для опорного полузащитника. Хорошо, ты Барри написал, что ты вернешься, все здорово, и вы поехали, наверное, отдыхать. Да, летом. А кому еще написал? Больше никому не написал. С вернучками ты не особо, да, общался? Мы общались, но не так близко, как сейчас. И все узнали только, когда уже новость пошла. Ну, вот официальная новость. А ты не переживал, что, а, тебе могут болельщики особо не тепло встретить, и, б, там, не знаю, лидеры команды Чорлук и Гильермы скажут, что ты уходил? Ну, как-то будет уже не так комфортно, что ли? Не, насчет команды я вообще не переживал. Я знал то, что все ребята поддержат, и как бы не было вообще проблемой. Но вот насчет болельщиков, да, немного были такие переживания. Так что они сейчас будут что-то кричать там, будут там писать. Ну, опять же... Было? Ну, как бы в единичных случаях. Отвечал? Нет, я вообще болельщикам не отвечаю. Даже на хорошие? На хорошие отвечаю, конечно, но вот когда мне пишут всякие гадости, я просто обхожу стороной и все. Ну, смысл. Попытаться, не знаю, объяснить. Ну, а что объяснять? У них своя точка зрения, у тебя своя. И ты их никак не переубедишь. Опять же, есть любители, у тебя есть хейтеры. Ну, это нормально. У каждого человека так есть. Ты психологически готов к тому, что чем выше ты сейчас задашь планку и, дай бог, будешь основным игроком забивать, а потом, не дай бог, какой-то спад у всех в карьере есть, да, у тебя появятся хейтеры и так далее. Вот ты вообще психологически насколько ко всему этому готов? Мне кажется, я выдержу по-любому. У меня есть большая поддержка от друзей, от родителей, от родных. Поэтому я думаю, я легко справлюсь с этим и с этим не будет никаких проблем. Ну, я надеюсь, что этого спада не будет и все будет хорошо. У тебя, насколько я понимаю, долгое время, не то чтобы был спад, а долгое время ты взлететь не мог. Когда лет до 13, до 14 ты был не таким могучим, как сейчас, а и тебя всякие так называемые акселераторы отталкивали. Было такое? Не, ну я на самом деле был всегда крепким по своему возрасту. Поэтому такого не было, чтобы меня кто-то отталкивал. Да? Да. Мне просто говорили, что... Мне просто, когда еще в раннем возрасте, я долго сидел на скамейке. Ну, был таким каким-то слабым именно морально. Таким мягкотелым, правильно? Неведущим. Да. И потом как-то все поменялось. Я начал выходить, потом стал основным в академии, потом капитаном стал своего года. Потом в дубль попал, немножко посидел, и потом начал играть. И затем попал на сборы с Основой. И вот до сих пор с ними с Основой. Да главное верить. И Ирифат спустя какое-то время, да, обязательно вернет. Я точно уверен, что так и есть, да. Любому футболисту, любому человеку нужно верить. В общем, кто-то наоборот из негатива, мол, я против всех. Не, ну просто у каждого человека есть какой-то срок, когда он там взлетит или покажет себя. Кто-то сразу показывает, а кто-то спустя какое-то время начинает еще сильнее прибавлять и прибавлять. У каждого свой путь, да. И нельзя, я думаю, крест ставить сразу на человеке, на футболисте. Когда ты осенью выходил на замену, да, и что-то где-то не доборолся. Палыч, там что-то, я помню, как-то на тебе было? Ну это каждый раз было, когда я выходил. А кто исполнял роль доброго полицейского? Все были полицейские добрые. Все добрые? Угу. В какой-то мере нужно, чтобы тренер кричал, давал тебе какую-то, знаешь, энергию. Когда тренер не кричит, ну ты думаешь, все нормально, все нормально. Когда он что-то тебе говорит неправильно, претензии предъявляет, ты задумаешься о том, как ты играл и переосмысливаешь. То есть ты как-то прибавляешь, наверное. Ты согласен, что сейчас команда очень сильно обновляется? Лидерами, реальными лидерами стали наши воспитанники 95-го года в начале, а теперь вы с барой подоспели 96-го. Особо ответственные, что ли? Или ты пока этого не ощущаешь? Наверное, это очень хорошо, то, что свои воспитанники начинают брать на себя роль лидеров. И немногие клубы могут этим похвастаться. Я думаю, в скором времени еще будет больше воспитанников играть в основном составе. Кто на примете у тебя? Ну много ребят из Казанки, вот тоже самое. Скажи, кто тебе больше всего запомнил и понравился? Мне изначально как бы нравился Миронов. Миронов, Макеев тоже очень нравится. Дора мне нравится, Дорофеев. Все ребята как бы талантливые, хорошие. Нужно им больше добавить физики, наверное. Они более такие маленькие, хрупкие какие-то. То есть ты их легко отталкиваешь? Ну не то, что я. Многие там, Чарли, Бара, все отталкивают. И это мы как бы команда. А в сезоне будет совсем по-другому. Они будут еще жестче играть. Поэтому им по-любому нужно добавить физики. Ну я так считаю. Это опять же мое видение. А в плане техники, в плане вот видения игры, у них все отлично. Ты поменял номер? Да. Почему 17? Мне он всегда нравился, этот номер. Я еще в академии играл под этим номером. Я очень, очень кайфую от этого номера. Просто я никак не мог взять его, потому что здесь старый Михалик был. А тут такая возможность... Ты к нему не подходил? А? Ты к нему не подходил даже? Да мне как-то было даже, знаешь, неловко спросить у него. Сколько он в клубе? Давно, да? Лет семь? С тринадцатого года, по-моему. Он семь лет играл под семнадцатым. Как я попрошу, подойду. Я там молодой, молодой парень. Молодежь наглая пошла. Ну, должно быть какое-то уважение, я думаю. А вот сейчас такая возможность подвернулась. И я сразу взял этот номер. Ну то есть 17 не потому, что десятку нельзя взять? Не потому, что, не знаю, семерка... Не-не-не, мне именно этот номер нравится. Я просто когда переходил, семерка была свободной, я мог как бы взять ее. Но мне именно 17 нравится. Не знаю, почему как-то это в голове в номер отложить. А кто в мировом футболе вообще известный 17 номер? Я чего не могу вспомнить. Роналдо играл в Манчестере. Точно. Наня. Наня. Куарежма. Слушай, кстати, очень хорошая фамилия. То есть Роналдо, я думаю, Наня и Куарежма, это в принципе игроки изначально плюс-минус одного уровня таланта. Да. А дальше работоспособность их разбросала. Ну да, и они все фланговые. Но я просто считаю, вот седьмой и семнадцатый, это естественно такие фланговые номера. Не знаю, как-то у меня так сложилось. Девятый и одиннадцатый, это чисто нападающие. Шестой, это вот опорник такой, вот такой бар. Ну да. Такой грубый. А в жизни он тоже грубый? Несмотря к кому. Со мной он, допустим, вообще ласковый. К людям другим, которым он не знает, наверное, ну да. Я знаю его только с хорошей стороны. У него, ну вот, наверное, иногда бывает такой минус, у него вот эта вот наглость. Не спортивная наглость, а вот такая жизненная. Мне это не надо бесить в нем. Ну ты человек как, не знаю, другого воспитания, другого характера. Ну да, я просто другой совсем. Ну да, я ему ничего не скажу, там успокою. Он вроде так прислушивается. Успокаиваю. Время от времени. Какие у тебя увлечения, помимо девушек и рыбалки? Девушек это увлечение, да? А что это? Времяпрепровождение, да? Ну хорошо. Да в основном даже нет больше ничего. Я в основном, если есть какой-то выходной день, я там возьму братьев, или даже с агентом съезжу на рыбалку. Либо там погулять где-то. А так я домашний парень. А думаешь, что делаешь? Читаешь, играешь, смотришь, слушаешь? В Counter-Strike играю. В Counter-Strike? Да. У нас много тут кто играет. Я знаю, смолы вообще просто лютой. Да, но мы с ним частенько играем. И как? Хорошо. Да? Да. Получается хороший результат. Я знаю, вот я не буду называть фамилию, но вот пару лет назад один молодой на сборы поехал и в Counter играл до пяти утра и серии. Ты в данном случае, уровень самодисциплины на сколько высокий? Ну если выходной, я могу там до трех до четырех посидеть. А если это на следующий день тренировка, при учете того, что мне еще час ехать, ну это максимум, наверное, в час могу лечь. Это максимум. А так двенадцать, полдвенадцатого. Стабильно. В начале сбора Леши Миронов, который как раз тебе нравится, все круги наматывал, потому что приехал с лишним весом. У него есть какая-то предрасположенность. Ну мне сложно по тебе сказать, но ты тоже, ну щечки у тебя есть. Ну я прибавил килограмм, да. Именно не жира, а вот какого-то, не знаю, веса. Мышечной массы? Да я даже не знаю. Ну жир также остался на той же отметке пять процентов. То есть я не знаю, что это прибавилось. Хороший результат. Ну это нормально, да. Ну это хороший, да. Я тоже как бы предрасположен к полноте. И если бы не футбол, я бы сейчас сидел вот такой вот здесь. Пухлячок. Вот. Ну я помню, Касай мучился, в куртках бегал, не ужинал. Ну у меня такого нету. Ну у тебя пока и не тридцать. Ну да, я надеюсь, все нормально будет. И лишнего не будет. Ну в отпуске тоже работал, бегал. Но все равно что-то привез один кило. Вот этот один кило. То есть мне как не спортсмену, я просто, ну я всю жизнь жил с пониманием, что я вешу 60. Потом я что смотрю, у меня живот вырос, встал. Ой, я вешу 73. То есть для меня 10 кило их вообще не почувствовал. Ну я не слежу с моим весом. Вот ты вот этот один килограмм чувствуешь на поле? Я не чувствую. Но, допустим, представь, у тебя 70, да? И ты вышел 72, допустим. Ты вот берешь с собой гирю такую 2 килограмма. И вот с ней просто бегаешь. Тебе будет сложно? Логично. Это будет сложно, да? Вот так вот получается и в организме. Ты как бы не чувствуешь, но тебе тяжелее. Немного по-другому воспринимаешь этот груз. Но в целом это одно и то же. Крутой пример. Завершаю так плюс-минус наше интервью. Я хочу спросить о планах на будущий сезон. Как личностных, так и командных. Ну давай с команды начнем. Какая задача в чемпионате? Первое место. Только первое место. Нужно ставить только высокие цели. Когда ты уходил из локомотива в Рубино, тогда есть вот подобный вопрос задашь перед ночным сезоном, никто не скажет только первое. Вот что изменилось в первую очередь? Ну во-первых, у нас команда очень сильная. Я считаю, одна из самых сильнейших. Может быть, нам не хватило в том сезоне принять первое место. Может быть, связи, взаимодействие, как и у футболистов. Я думаю, сейчас все наладится и мы будем бороться за чемпионство. Самое главное, конечно, в Лиге чемпионов показать. А наладится за счет чего? И за счет чего этого не было? Ну опять же, год прошел. Поначалу все притираются друг к другу. Но все равно не бывает сразу такой синхронности стопроцентной. Не, ну мы до этого стали чемпионами. После того сезона много же игроков пришло. Кто-то друг друга не понимает изначально. Со временем это все приходит. Я думаю, сейчас будем еще лучше результаты показывать. А в Лиге чемпионов? У нас, насколько я понимаю, высока вероятность того, что мы будем в четвертой корзине. Ну, скорее всего, так и будет. Да, а если четвертая корзина, то это может быть… Или третья. Ну, если ребята там вылетят, да. Ну, больше вероятность, что четвертая. Если так, то у нас одновременно может быть и Реал, и Интер, и Ливерпуль. Будем биться. Что еще сказать? Ну, что еще делать? Да, Реал, да, Барселона, да. Ивентус, Ливерпуль. Ну, это опять же, это опыт. Он ЦСКА тоже с Реалом играл. Выиграли же, ничего такого. Два раза. Два раза выиграли. Так что ничего страшного нет. Ну, Реал Зайдана, по идее, должен быть посильнее. Ну, не знаю. Опять же, Криш ушел, и там уже неизвестно, что будет. В Азара не веришь? Он тоже очень хороший футболист. Он мне тоже очень нравится. Ну, опять же, как он себя проявит в Реале, как бы никто не знает. Поэтому будем работать, будем стараться, будем играть на победу. Ну, кстати, по футболистам я общался с папой Ромой Тугрева, Иваном Тугревым. Он говорил, что он специально делал нарезки для сына действий Азара, Неймара, Ройса. Это люди, которые играют на этой позиции. И они вместе там что-то отсматривали. У Ромы видишь такие же действия? Ну, он юркий пацан. Он такой техничный, быстрый. Ну, надо подсматривать, чтобы... Ну, конечно, нужно, да. Ты у кого подсмотришь? Ну, я всегда у Роналда, как бы, смотрю. Ну, вот он сейчас центр-форвард. Ну, он недавно стал. Может быть, я там в 32 то же самое. Никто не знает. Поэтому у него, как бы, тоже есть все данные. Но изначально он мне нравился как фланговый игрок. И он был... Ну, и он и сейчас очень сильный. А потом он стал как-то тяжелее, мощнее. Ну, все равно возраст, наверное, дает о себе знать. Но все равно тяжелее становится бегать. Тяжелее форму держать. И поэтому, наверное, он стал больше центральным, чтобы там стоять, там, всех корпусом отталкивать. Потому что на фланге это колоссальная работа. Это нужно и вперед, и назад, и в центр, и туда. И много очень нужно бегать. Какие хорошо твои личностные, персональные задачи на сезон? Закрепиться в основном составе. Выиграть Суперкубок. Чемпионат. Лигу чемпионов. Такая максимальная задача. Кубок России так через год, да, будем брать? Не, ну Кубок России тоже можно захватить. О сборной думаешь же? Конечно. Самая главная сейчас цель – это закрепиться в основном составе. Если закрепишься в основном составе, то, соответственно, скорее всего попадешь в сборную. Попасть – да, но не факт, что закрепиться там. Братья Мирунчики – яркий пример. Они лидеры «Локомотива» весь сезон. Не первый сезон. Сейчас было две игры. Ну вот они в первый раз все время хотя бы вместе будут вышли. Но все же постепенно должно происходить. А в чем разница, как считаешь? Ну то есть здесь они, не знаю, там альфа-самцы и лидеры, а в сборной они пока на вторых ролях были. Может быть, тоже как-то они немного не созрели в какой-то степени. Если они будут играть постоянно в сборной, я думаю, они и там будут такими же. Если тебе доверяют, более комфортно себя чувствуешь и, знаешь, как-то уверенно себя чувствуешь в команде и берешь главную роль на себя. Сейчас будет странный вопрос напоследок. Ты москвич. В общем, на данный момент единственный в команде. Ну, наверное. Потому что пара подмосковный, живой тоже. Да. Ты же болельщик «Локомотива» изначально. Ну, конечно. Это дополнительная, что ли, мотивация? Дополнительная ответственность перед болельщиками, перед клубом родным? Ты за него болел, а сейчас от тебя самого зависит, как он будет играть. На самом деле, мне кажется, неважно москвич, подмосковный, или приезжий. В любом случае сейчас ты играешь за этот клуб, и ты в любом случае будешь чувствовать ответственность перед ним. Потому что ты играешь в первую очередь для болельщиков. Они в тебя верят, они смотрят на тебя. Они приходят на стадион, они болеют. Поэтому ты не можешь их подвести. Ты выкладываешься, в первую очередь как футболист, и не важно, откуда ты. Поэтому все равны и все ответственны перед клубом, перед болельщиками. Мне кажется, важно откуда ты. Потому что очень много, чуть ли не все ярчайшие футболисты страны, они приехали со всех точек страны, где изначально казалось бы, нет условий для футбола никаких. И у них не было жизненных условий. И они как за счет какой-то злости стали футболистами. Насколько я знаю, Рефаджи Малединов – московский парень, у которого достаточно состоятельно обеспеченная семья. И где ты искал мотивацию? Ну я бы не сказал, потому что прям сильно обеспеченная. Но машина у тебя и так была, да, условно? Не факт. Не факт. Я тоже изначально, когда был маленьким, у родителей была всего одна машина, только у отца, правильно? И с утра мама меня возила на метро, на стадион. Я там весь день проводил. И вечером она меня брала оттуда. И мы обратно вместе на метро ехали. То есть я уставший тоже и так каждый день. В дожди, в жару, в мороз, вообще всегда. И поэтому, может быть, из-за этого я тоже какую-то мотивацию взял. Тяжело было на самом деле. И потом, когда только появилась вторая машина, более легче стало. Я тоже проделал большой путь. И все было постепенно, постепенно. И сразу ничего не было. У меня тоже такая нелегкая история. Не было того, что мне все легко досталось. Напоследок, есть что болельщикам сказать? Потому что ты интроверт, как мы уже выяснили, и не часто отвечаешь. Вот есть ли тебе что сказать по итогам всех последних лет? И как-то подвести итоги и к чему-то устремиться вместе? Ну, я очень рад, что я вернулся в «Локомотив». Во-первых. Я рад, что болельщики приходят на футбол. То, что они поддерживают нас в таком большом количестве. Я, в свою очередь, обещаю, что я буду укладываться на 100% на матчах. И могу даже то же самое сказать про футболистов «Локомотива», про свою команду. То, что мы будем бояться до конца, до последнего, чтобы удовлетворить всех болельщиков. Мы ждем всех на стадионе. Переходите, друзья. Да. Рефажим летим.